Самая вредная каша, от которой у вас образуется плесень в кишечнике, наступает гормональный сбой, выпадают волосы, вы теряете энергию и хотите есть после нее постоянно, потому что у вас растет уровень сахара в крови. Это ваша любимая овсянка. Так, что касается мнения об овсянке вот этой молодой дамы, то с ней абсолютно невозможно согласиться. Овсянка – одна из самых полезных каш. Вообще-то говоря, по самым полезным была бы каша, приготовленная из цельного овса, как раньше готовили на Руси, выдерживая кашу, такую овсяну из цельного овса, в печах, ну, в домашних печах. Сейчас, конечно, это невозможно, в другое время, поэтому выпускаются разные виды овсянки. Желательно, чтобы она была максимально грубой, с большим количеством так называемых балластных веществ. Конечно, после любой каши, поскольку в кашах содержатся углеводы, сахар у диабетиков может повышаться. Это действительно так. Но грубая овсянка, допустим, не тонко измельченная, например, хотя бы, а уж если это натуральный овес, то здесь повышение сахара чрезвычайно медленное. Ему нужно еще замедлить. Для этого овсянку нужно потреблять с достаточным количеством полезного жира или белка, например, белка животного, ну, там, курица, кролик, либо даже красное мясо, ну, у лиц, у которых нет противопоказаний. Тогда подъем сахара в крови будет еще более медленным. Об этом выступает в Ютьюбе очень хороший специалист, я буквально преклоняюсь перед ней. Ольга Михайловна Павлова выступает по этой проблеме и каждый раз это подчеркивает. Я тоже советую делать так, как советует доктор Павлова, используя одну из самых полезных каш овсянку. Это не уменьшает значимость других каш, между прочим. Например, то же самое гречневой каши, которую советуют стать и диабетиком. Каждая каша имеет свои полезные показатели. Другое дело, чтобы материал, то есть исходный материал для приготовления каши, был нужного качества. Лучше всего, чтобы это были необработанные продукты. Продолжение следует... Чтобы это стало массовым явлением, тогда мы с вами получим то, к чему стремимся, оздоровление наций. Я вам желаю успеха. Субтитры создавал DimaTorzok